МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения и ваша информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. И я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Третий в космосе, первый в Чувашии. Андреану Николаеву сегодня исполнилось бы 87 лет. И кошельку, и экологии. Чувашия присоединилась к Всероссийскому фестивалю энергосбережения. А главным откровенным глава Чувашии встретился за круглым столом с журналистами. Главное событие дня. Сегодня 87 лет со дня рождения космонавта номер 3, нашего земляка, дважды героя Советского Союза Андреана Николаева. Прошло 12 лет, как его не стало. Сегодня об Андреане Николаеве вспоминали в столице республики и на родине космонавта в селе Шоршелы. Несмотря на космическую очередность, Андреан Николаев всегда для Чувашии будет номер один. Каждый год 5 сентября к бюсту героя приходят все, кто считает этот день праздником. Для учеников 10-й школы, которая носит имя легендарного земляка, это особенный день. Для нас существует два важных праздника. 5 сентября, день его рождения, и 12 апреля, день космонавтики. 5 сентября, традиционно, мы начинаем наш учебный день с урока памяти, где мы рассказываем детям о том подвиге, который совершил Андреан Григорьевич Николаев. Его полет в августе 1962 года. В средней школе номер 10 учатся более тысячи человек. Все они сегодня стали участниками марафона, посвященному дню рождения Андреана Николаева. В этот день в школе прошли легкоатлетический забег, презентации, олимпиады, виртуальные экскурсии. Первоклассники побывали в музее Николаева на его родине в селе Шоршелы. Татьяна Молокова, Дина Кустова, Олег Якимов, Республика. Основные мероприятия сегодня на малой родине Андреана Николаева в селе Шоршелы. Он не только полетел в космос сам, но и вознес имя Республики на космическую высоту. Так говорят про генерала-майора авиации, дважды героя Советского Союза Андреана Николаева. Местным школьникам нет смысла рассказывать про его жизнь и полет. Они знают это наизусть. Важно другое. Судьба Андреана Николаева для них, пожалуй, лучшее доказательство того, что все возможно. Андрей Григорьевич сделал все для того, чтобы самореализоваться в этой жизни. Когда ходил в школу, учился на отлично. Когда заканчивал марбосадский лесотехнический техникум, учился на отлично. По тем временам отсюда ходил он с Шоршелы до марбосада пешком и обратно стал техником-лесоводом. И у него была мечта стать летчиком. Первый космонавт, который работал на орбите без скафандра. Первый человек, который находился в космосе несколько суток подряд. Космический брак с Валентиной Терешковой. Но о том, как Николаеву пришлось идти к звездам, газеты не писали. Про это помнят местные жители. Удеваться-то нечего было тоже. Многие голые были. Брат у меня картошку продавал. Марбосаде возил картошку и ему купил тапочки. Он очень у него порадовался, да, эти тапочки-то. И ухуделся. Вот такие дела. Сегодня Андреану Григорьевичу исполнилось бы 87 лет. Но цветы в памятной часовне почти круглый год. А значит, Родина действительно помнит своего героя. Большая часть зерновых культур, практически 99% уже убрана. Продолжается сбор картофеля, овощей и кукурузы. Этот и другие вопросы обсудили на традиционном еженедельном совещании главы республики с правительством Чувашия. До рассмотрения вопросов, вынесенных в повестку дня, обсудили, как жителям Порецкого и Алатарского районов возмещаются затраты, связанные с африканской чумой свиней. 18 с лишним миллионов рублей уже перечислены селянам. Всего же из резервного фонда Кабмина Чувашии выделено 23 миллиона 400 тысяч рублей. По прогнозам, сумма может дойти до 25 миллионов. Разумеется, средства будут выплачены в полном объеме, отметил глава Чувашии. Он поблагодарил все службы, задействованные в ликвидации африканской чумы свиней на территории республики и напомнил о необходимости создания буферных зон вокруг крупных свиноводческих комплексов, соблюдения правил санитарной безопасности. Отдельное поручение – Минэкономразвитие. Михаил Игнатьев попросил не допускать спекулятивного роста цен на свинину. В Чувашии продолжается посев озимых под урожай 2017 года. Работы ведутся согласно плану. Под посев озимых по состоянию на 5 сентября подготовлено 91 тысяча гектаров. То есть 92 процента. В Шумерлинском районе подготовлено 147,7 процента. В Ядринском – 107, в Аргаушском – 102, в Ибресинском – 101, в Аликовском и Шумерлинском районах по 100 процентов запланированных площадей. На текущую дату посеяно 75 тысяч гектаров озимых зерновых культур. На аналогичную дату прошлого года было 58 тысяч гектаров и 800 гектаров озимых масличных культур. Уборка зерновых и зернобобовых практически завершена. Осталось только кукуруза на зерно. В городах уже заработали сельхозярмарки. Начиная с 20 августа там продано овощей и картофеля более 120 тонн. При этом цены на картофель, капусту, морковь снизились на 25-30 процентов. Организовываем доставку сельхозпродукции для пенсионеров, для лиц с ограниченными возможностями. И в эти выходные работа также была организована. Пять автомобилей было выделено. И в большей части это пользовалось спросом на рынке Николаевский. Работу также будем продолжать. На совещании обсудили новую схему выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В августе этого года для 82 тысяч граждан сделан перерасчет, исходя из фактических платежей. Доплата начислена почти половине. Средний размер доплаты на одного льготника – 893 рубля 32 копейки. В государственной поддержке, в частности, на оплату ЖКУ пользуются 309 тысяч человек, или каждый четвертый житель республики, в том числе 113 тысяч федеральных льготников, о котором сейчас идет речь, и членов их семьи. На оказание мер соцподдержки уже, значит, с учетом августа направлено более 260 миллионов рублей. В том числе 44 миллиона рублей мы направили в августе. Из них 35 миллионов рублей – это дополнительная сумма, которую мы пересчитали и доплачивали федеральным льготникам. Всего в текущем году предусмотрено 680 миллионов рублей. Этих средств полностью достаточно для того, чтобы выполнить все обязательства, которые мы на себя взяли. Обсудили и подготовку к Всероссийскому съезду учителей сельских школ, который пройдет в Чувашии 13 сентября. А тремя днями раньше представители 128 национальностей и 8 этнических групп, населяющих нашу республику, получат возможность собраться вместе и обсудить вопросы дальнейшего взаимодействия культурного строительства. В нашем съезде народов примет участие и председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова. Минувшую субботу глава Чувашии провел в Яльчикском районе. Там подвели итоги социально-экономического развития муниципалитета за 6 месяцев. Дела и планы. Как и в любом муниципалитете, на совещании, собравшем актив района, говорили о том, что сделано и о том, что предстоит. В селе Лащ-Тайаба, например, открылся новый храм Рождества Пресвятой Богородицы. Его очень ждали все верующие. Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в праздничном богослужении. Службу совершил управляющий Чебоксарско-Чувашской епархией владыка Варнава. Фундамент нового храма был заложен еще 7 лет назад. Теперь здесь работает воскресная школа и православный клуб юных патриотов. То, что сегодня Лащ-Тайаба открылся прекрасный храм Рождества Пресвятой Богородицы, это очень важно. В военные годы где-то было закрыто, но предприниматели данных населенных пунктов, данной территории, по-другому посмотрели на жизнь и решили за счет спонсорской помощи, используя метод Неме, открыть данный храм. Добрая и созидательная сила дает дополнительную энергетику для того, чтобы развивать экономику, для того, чтобы жить с соседями, с друзьями, в мире и согласии. В селе Большие Яльчики открылась новая дорога по улице Яковлева. Староста села Елизавета Ахмерова говорит, что наконец-то деревенская жизнь в резиновых сапогах осталась в прошлом. Итоги социально-экономического развития Яльчикского района заслуживают высокой оценки, считает глава Чувашия. Здесь успешно справились с проблемой аварийного жилья и капитальным ремонтом многоквартирных домов. В сельских школах созданы современные условия для обучения. Что касается сельского хозяйства, то в этом году собран рекордный урожай – 61 140 тонн. Успехи, на самом деле, у вас очень хорошие. Вот по баловому сбору оружия и зерновую культуру мы в прошлом году были с моделью, я снова и в этом году, потом во время ухода. Это вообще историческая победа. Глава администрации Яльчикского района Николай Милин считает основной задачей властей повышение качества жизни населения, улучшение демографических показателей. В районных предприятиях разного статуса работает немало молодых специалистов. По программе «Земский доктор» в лечебные учреждения приехали 10 врачей. При всех положительных моментах социально-экономического развития района неформальная занятость остается одной из основных проблем. 19 организаций и индивидуальных предпринимателей выплачивают заработную плату ниже минимального размера оплаты труда. А в консолидированный бюджет Яльчикского района на 1 августа доходов поступило на 47% ниже запланированного. Из чего же состоят доходы района? В основном они вот... Это налог на доходы физических лиц, 49% ЕНВД, неналоговые доходы. Вот три вида доходов, в основном три кита, на котором строится этот муниципальный бюджет Яльчикского района. 77% это три вида доходов дают в целом бюджет. Соответственно, если будем усиленно этими источниками работать и обеспечим мы постоянный темп роста, и обеспечим мы стабильное поступление. На совещании глава Чуваши рассказал о том, какая работа ведется по укреплению материально-технической базы учреждений социальной сферы. К 2025 году в республике будет построено и реконструировано 32 школы. Будут создаваться благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций, для открытия новых производственных площадок и создания высокотехнологичных рабочих мест. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Итоги работы обсуждали и в Новочебоксарске. Перед городом открылись неплохие перспективы. Толчок в развитии экономики города-спутника был дан 6 лет назад. После включения в программу поддержки моногородов удалось создать инфраструктуру для предприятий. Приоритеты перед местными властями расставил глава республики. Подробности в следующем репортаже. Последние годы для Новочебоксарской эксперты называют не иначе, как прорывными. Удалось решить острейшую проблему муниципалитета. Заметно сократился уровень безработицы. За последнее время в городе были реализованы масштабные инвестиционные проекты. А в перспективе будет открыто еще два новых завода. Спрос на рабочие руки растет. В муниципальном центре занятости более полутора тысяч вакансий. Индекс промышленного производства составил 124% в соответствующем периоде 2015 года. Отгружены товары собственного производства на 12 миллиардов рублей. Доля Новочебоксарска в общем объеме отгруженной продукции Чуваши – это порядка 15%. В обрабатывающих производствах объем отгруженных товаров и работ услуг составил 8 миллиардов рублей, что на 31% больше, чем в первом полугодии 2015 года. Еще одна позитивная цифра – население города увеличилось на 2000 человек. Наметилась позитивная динамика рождаемости. Естественный прирост населения за 6 месяцев составил 200 человек. Показатель рождаемости составил 14 человек в расчете на 1000 человек населения. На расширенном совещании с активом города обсудили и насущные проблемы. В городе увеличились долги за аренду муниципального имущества. Предприниматели обязаны заплатить более 30 миллионов рублей. Это огромные финансовые средства, которые не поступили. По той информации, которую мне дают, соответственно, и вы подтверждаете, примерно половину суммы вообще не вернем, да, практически? Да, к сожалению. Мы потеряли, соответственно, фирмы вывели по сервис схемам. Оставшуюся часть вы взыскиваете, работу проводите, потому что взыскательный такой жесткий разговор должен быть. Был определенный провал в работе, ну, и были объективные причины, которые, ну, не позволяли это решить. Видите, поздно взялись, к сожалению. В дальнейшем такого не будет. Задача управления имуществом – мониторить постоянно ситуацию и по налогам, и по поступлениям, по всем. Недобросовестных бизнесменов глава республики потребовал внести в черный список. Нужно тоже показывать публично, открыто, что за фирмы, кто является учредителем, бенефициаром этого юрлица, или кто там в лице предпринимателя, фамилия МИО, все граждане России. Я полагаю, они не какие-то там американцы, они свои же или пришли откуда-то. И те, которые имеют долги, в какие сроки, четкие должны быть графики. И люди должны это смотреть. Власти города держат на контроле нашумевшую ситуацию со строительной компанией Роспан. Глава администрации отмечает, что жилые дома будут возведены в любом случае. Я уверенно отвечаю, что квартиры в Роспании будут. А вот люди, если захотят быть обманутыми дочками, значит они, наверное, будут. 173 квартиры заселены, остальные товарищи занимаются бизнесом. Бизнес следующего характера. Я не буду вселяться в квартиру, пока мне не заплатят деньги. Будем давайте встречаться. И я приглашаю даже на совещание, где участвуют и прокурор, и министр МВД. Местные власти взяли прямой курс на благоустройство города. В ближайшие годы будет проведена в порядок верхняя набережная Новочебоксарска. Первый этап – строительство тротуара для пешеходов. Соревновая будет тротуара 3 метра. Здесь мы сделаем, ротонды здесь делать не будем, потому что откос небольшой. А здесь как раз предполагается 3 ротонды и 10 тысяч. Вот, что я видел, был на Волгу. И здесь ставим вертикаль, чтобы акцент архитектурный был в этом месте. В перспективе здесь намерены установить ротонды, парапет, скамейки и фонарные столбы. Недавно на городской набережной установили символический камень дальнейшего благоустройства. Завершить эту работу намерено через два года. В рамках рабочей поездки в город Спутник Михаил Игнатьев побеседовал за круглым столом с журналистами. Инициатором встречи стала редакция Новочебоксарской газеты «Грани». За круглым столом говорили о благоустройстве города Спутника, проблеме так называемых разливаек, строительстве новых микрорайонов, развитии химпрома и потенциальном объединении Новочебоксарска со столицей Чувашии. Глава республики отметил, что с развитием микрорайонов города Спутника и нового города территории муниципалитетов станут ближе. Но окончательное слово за жителями. Если появится необходимость в референдуме, то он будет проведен. Обсудили и возможность строительства школы. Новое учебное заведение, отметил глава региона, в Новочебоксарске будет возведено не позднее 2021 года. По просьбе читателей, журналисты, газеты поинтересовались, когда начнут перечислять приостановленные выплаты ветеранам труда. С учетом того, что с 1 января текущего года мы ввели принцип нуждаемости и адресности, доходы у работающих ветеранов стали выше. Тем самым с базы данных они выпали. Их составляет от 100% 15%, 85% те, которые получали в 2015 году, они все получают. 15% льготников – это те, которые на самом деле работают, вы владеете ситуацией. Когда они прекращают трудовую деятельность, в нашей базе данных, в нашей программе они сразу будут восстанавливаться. Михаилу Игнатьеву задавали и личные вопросы. Пишущую братью интересовало, откуда глава республики черпает силы, совершая постоянные рабочие поездки по муниципалитетам. Лидер региона отметил, что ему помогает спорт и пригласил журналистов встретиться с ним в спортивном зале. Две недели осталось до единого дня голосования. Чтобы узнать предпочтения жителей Чуваши, организация социологов СОЦИС провела опрос. О его результатах далее. Если бы выборы в госсовет Чуваши состоялись сегодня, то за какую партию вы бы проголосовали? Этот вопрос задавали жителям нашей республики по телефону. Организация социологов СОЦИС в конце августа опросила 7700 человек. По результатам опроса более 55% готовы проголосовать за Единую Россию, 11% за Справедливую Россию, 8% опрошенных планируют отдать свои голоса за КПРФ и чуть более 6% за ЛДПР. Менее 2% жителей Чувашии высказались в поддержку патриотов России, Яблоко и партии пенсионеров за Справедливость. Около 16% затруднились с выбором. За Единую Россию в первую очередь голосуют, конечно, и за Путина, авторитет которого неизменно высок. А также партия ассоциируется со стабильностью и с незаменными положительными постепенными изменениями. За КПРФ и ЛДПР голосуют прежде всего знак протеста. Также КПРФ четко ассоциируется с Советским Союзом, с прошлым, с социальными гарантиями государства. ЛДПР – это прежде всего Жириновский, который имеет постоянный устойчивый электрод. Понятно, что сейчас избирательная кампания вступила в свою завершающую фазу, в активную фазу. Какие-то цифры изменятся. Но думаю, что позиции, в частности Единой России, останутся на первом месте, разумеется, неизменными. То есть резких сдвигов уже не будет. Разумеется, те лица, которые затруднились ответить, скорее всего, часть из них проголосует, конечно, за Единую Россию, часть лица, конечно, проголосует за оппозиционные партии. Если на вопрос, как вы экономите энергоресурсы, вы отвечаете, выключая лишний свет дома, то следующий сюжет для вас. В России проходит фестиваль энергосбережения. На площадке в Чебоксарах работала наша съемочная группа. Вместе ярче. Всероссийский фестиваль энергосбережения с таким названием в эти дни проходит в большинстве регионов страны. Чувашия не осталась в стороне. Одна из площадок развернулась в Чебоксарах, в Лакреевском лесу. Возможность узнать побольше о том, как экономить природные ресурсы и собственный бюджет субботним утром, заставила подняться из постели немногих. Другое дело студенты, их привела преподаватель. И судя по ажиотажу, вокруг одного из стендов они не пожалели. Солнечные батареи. Все про них слышали, но мало кто пробовал на деле. Они как будущие электрики. По профилю специальности они должны знать, как производится энергосбережение. Здесь очень интересно, конечно, солнечные батареи, которые вообще электрической энергии не потребляют, заряжаются от солнца. Я увидела солнечные батареи, как они заряжают. Маленькая батарейка. Интересно, ну, поехать на природу, например, когда нужно зарядить телефон. Студентов, конечно, интересует зарядка гаджетов без подключения к розетке. Людей постарше – другие свойства. Солнечные батареи могут работать в нашем климате. Самые солнечные месяцы с мая по июль. Соответственно, солнца зимой меньше. В январе, декабре солнца меньше всего. Оптимальное применение – это там, где электричества нет. Это, соответственно, дачные кооперативы, базы отдыха, какие-то удаленные монастыри. Для тех, кто ставит солнечные модули, экономия не является единственной причиной. Основными причинами и движущими мотивами для них является независимость, автономность от сетевиков, то есть экологичность в плане сохранения экологии. Тот, кто любит инновации. А вот ящик для приема батареек, несмотря на утро, оказался полным. И мы поняли, почему. Мы узнали, что здесь праздник энергосбережения проходит. Мы давно мечтали, батарейки собирали почти целый год. Давно хотели их куда-то обменять или сдать. И вот решили приехать их сюда отдать. Дети говорят, фиксики смотрели. Говорят, что батарейки очень сгрязняют окружающую среду, долго разлагаются. Все, кому энергосбережения нет, да лампочки, интересовались стендом со светодиодным освещением. Если сравнивать, допустим, с освещением традиционным, это лампы накаливания, хотя они уже, в принципе, встречаются достаточно редко, то экономия составляет где-то примерно в 10 раз. А если сравнивать с компактными люминесцентами, это где-то примерно в 2-3 раза. Так, светодиодная лампа может без перерыва светить больше 3,5 лет. Все, что представили в Лакриевском лесу, вполне реально внедрить в наш обиход. Только для этого энергосбережение должно стать образом жизни, а не выставочными экспонатами. Ольга Борычкина, Андрей Шоклев, Республика. На сегодня это все. Впереди вас ждет полезная информация. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Мечтаете отправиться в отпуск, сделать ремонт или приобрести дорогостоящую технику? Пора исполнять желание вместе со Сбербанком, где продолжается летняя акция со сниженными процентами по потребительским кредитам. Минимальная ставка под поручительство физических лиц 13,9% годовых и 14,9% при оформлении потребительского кредита без обеспечения. Обязательное условие акции – сумма кредита не может быть ниже 400 тысяч рублей. Татьяна Павлова уже давно хотела сделать ремонт в комнате дочери, а еще купить для нее компьютер. Сбербанк помог ей осуществить эти планы. Наша семья давно уже задумывалась о покупке компьютера. И, конечно, когда мы видели стоимость, нас это всегда останавливало, потому что для семейного бюджета это такие огромные траты, я бы сказала. И вот дочь идет в третий класс, и когда смотришь домашние задания, многие из них начинаются со слов «найдите в интернете, составьте проект». И уже приходишь к пониманию, что одно дело, когда интернет у тебя в телефоне, для фейсбука, для каких-то новостей. И другое дело, когда у тебя домашний стационарный компьютер, к которому можно подключить многофункциональное устройство. Можно распечатать что-то, можно сделать презентации. И вот благодаря как раз акции от Сбербанка, это летние акции, у нас появилась возможность приобрести этот компьютер. Чтобы взять кредит, потребуется минимум усилий всего лишь прийти в отделение Сбербанка с паспортом, банковской картой и заполнить анкету. Отсутствие комиссии, быстрое рассмотрение заявки и возможность впоследствии погашать кредит через интернет-банк. Вот самые заметные преимущества кредитования в Сбербанке. Так как вы сказали, что вас интересует кредит, соответственно, очень удачно вы подчислили, потому что сейчас действует акция, летнее предложение по потребительскому кредиту под поручительство физлиц. Каков среднемесячный доход ваш? 20 тысяч рублей. Зарплата получается на карту Сбербанка? Да. Уже через два часа Татьяна получила положительный ответ. Следующий этап – долгожданный ремонт и покупка компьютера. А у тех, кто хочет последовать примеру Татьяны, еще есть такая возможность. Акция действует до 30 сентября. Погрузка и выгрузка товара, транспортно-экспозиционное обслуживание, организация торгов и реализация строительных материалов. Этим и многим другим занимается объединенное железнодорожное хозяйство уже более полувека. 1 сентября 1961 года на базе подъездных путей завода тракторных запасных частей было создано объединенное железнодорожное хозяйство. Целью создания этого хозяйства послужило то, что городу, строителям, республике нужна была организация, которая бы взяла на себя роль и ответственность по выгрузке вагонов с строительными грузами, в чей адрес приходили эти грузы. На сегодняшний день наше хозяйство в среднем по месяцу вагоноборот составляет от 800 до 1500 вагонов. Задача на будущее – укрепить свои позиции на рынке промышленного железнодорожного транспорта не только в своем регионе, но и за пределами. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Предприятие успешно выполняет все работы на путях необщего пользования на станциях Горьковской и Куйбышевской железной дороги. Доказательством безупречной службы предприятия стали долгосрочные связи с крупнейшими строительными организациями страны – Министерством строительства и транспорта Чувашии и администрацией Горда Чебоксара. Примите самые искренние поздравления с этим замечательным праздником. Действительно, вы много делаете, чтобы город у нас развивался, благоустраивался. Действительно, был самым красивым, благоустроенным городом Российской Федерации. И сегодня, с этим замечательный день, я хочу всем вам пожелать крепкого здоровья, благополучия, а самое главное – уверенности в завтрашнем дне. На торжественном мероприятии, посвященном юбилее организации, наградили лучших работников и ветеранов жизнедорожников. Петр Кузнецов пришел в ЖДХ три года назад. Он признается, свою работу не применял бы ни на одну другую. Труд Петра Ивановича оценило и руководство предприятия. В коллективе железнедорожного хозяйства работают 140 человек. Каждая из них отвечает за перевозки, если не жизнью, то как минимум занимаемым местом. А за него на предприятии держится. В последние 10 лет ОЖДХ получает хорошую прибыль. Задолженности по налогам отсутствуют, а заработная плата выплачивается в полном объеме. Все это свидетельствует о грамотном финансовом менеджменте. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова